Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем ремонт, который не доделали в предыдущей серии. Ты, наверное, вчера посмотрел серию и такой удивился, почему же, блин, ты не доделал ремонт? Ты чё, дурак, что ли? Чё, нельзя было сделать по-нормальному сразу? Я такой говорю тебе, блядь, слушай, нет, серьёзно, нельзя было. Я вот так вот тупанул и не успел сделать до конца ремонт. Потому что я думал, что у нас только кухня. А там целый этот, блин, ещё. О, кстати, приколюха. Тут датчики движения что ли стоят? А это что такое? Это стена, которую мы не доломали. Офигеть. Вот. И значит, чё мы делаем-то сейчас? Здесь убираем мусор. Какой здесь... А, всё это, весь мусор был. В натуральный бежевый цвет покрасить стены. Давай, захерачим здесь стены. Красивые, хорошие. У меня, блин, честно, у меня уже кукушка едет. Я продолжаю уже записывать сейчас. То есть, это прям без остановки. Я записываю серию. И как бы ты-то вот отдохнул от просмотра, там все дела. Я прям чё-то прям вообще думаю. Ну, а хрен ли я буду откладывать? Давай запишу сразу же. И записываю. И записываю, представляешь? У меня уже глаза болят просто от игры, от этой. Я настолько серьёзно и, так сказать... Очень-очень-очень пристально наблюдаю за этой игрой, что у меня напрягаются очень сильно глаза. Поэтому вот так вот происходит, что, во-первых, они очень сильно напрягаются. Во-вторых, очень сильно, очень-очень сильно устают. И они наверняка очень красные. Я не смотрел сейчас, конечно, в зеркало. Я не вставал вообще с этого стула уже последние 4 часа. Записываю, 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 записываю. Три стены одновременно. Нет, давай покраску лучше побыстрее сделаем. Покраска побыстрее, это будет уже отлично. Во, во, во. Так, а это что за комнатуха? Эта пустая комната, она у нас не считается. Следовательно, мы её красить-то и не будем вовсе. Нас её не просят красить. Ой! Ой, 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 ой. От Коста тоже не нужно было красить, а я-то покрасил. Молодец. Ну, а чё? Почему нет? 64% пишут. Почему нельзя написать количество? Я что, должен в процентах всё это измерять? Или что? Что это за игра? Что, почему ты мне не пишешь количество стен? Почему в прошлой комнате ты мне написал количество стен, а здесь не пишешь? Ты не знаешь, сколько здесь стен сама? Я тебя понимаю. Мне нужно набрать краску из банки. Я знаю, что тебе нужно набрать краску из банки. Ведь у тебя она кончилась на валике. Чего? Эээ, прибыль. Прибыль выросла, представляешь? Бюджет, конечно, мы весь раз этого распилили только что. Но, а шо ж поделаешь-то? Шо ж поделаешь-то? Денег не хватает, категорически инфляция, все дела. И получается вот такая вот история, да. И переходим в задание. Переходим в задание, напольную плитку мы укладываем. Блин, мошка какая-то залетела с улицы. Что ж ты будешь делать? Улетай. 95% это вот получается всё. Монтируемая узкая штора. Штору мы сейчас поремонтируем. Не понял. А почему это я не могу её сюда премонтировать? Мм? Может быть не сюда? А, во! Ёптё мать. Я ж тебе говорю невнимательно. Я, блин, могу вот... Я хорошо стен не начал ломать, представляешь? Я бы мог сломать стены сейчас и... Он бы мне сказал, ставь стены заново. Я бы сказал, ты что, дурак, что ли? Как я ещё поставлю тебе эту штору? А если бы назад не обернулся, так бы и было бы сейчас. Это серьёзно говорю. Вообще не шучу. Двуспальная кровать, давай двуспальную кровать поставим вот куда-нибудь вот сюда. Ну, давай вот сюда вот поставим. Из предыдущей серии мы, конечно, поняли, что не нужно... Ой, не из предыдущей, а из две серии назад, которые была, поняли, что спать ногами к двери не нужно. Но здесь нам не оставлять... Ставь меня в покое. Не оставляй другого варианта и выбора, чтобы так... Чтобы поставить иначе, как к эту кровать. Так, поставим тумбочку. Ещё какой-то диван там надо поставить. Лежанка для соб... А, лежанка для собаки. Это вот здесь будет находиться. Чё там ещё нужно? Одинарная гардеробная дверь. Как мы уже поняли, ручкой сюда. Потолочная лампа. Картина. Картина побольше повесим вот сюда вот. А, нет, хрехер, вот сюда повесим чё-то. Картину собаки повесим, пусть любуется. Текст. И ещё повесим, повесим. А, положим прямоугольный ковёр. Куда-нибудь вот сюда. А, пусть лежит. Чё-то кого-то подвинем, чтобы поровнее было. Вот так. Ну, кто не особо поровнее, блядь. В другую сторону просто передвинул. Передвинул. Потолочная лампа. Купить сейчас. Купить сейчас. И потолочная лампа будет нас будить каждое утро. Включаясь. Не знаю, она очень ужасно большая. И будем биться башкой об неё постоянно. Ну и ладно. Так, завершить заказ. Погоди. У нас там, по-моему, ещё что-то было. Да, ещё что-то было. В комнате на нулевом этаже. И в гараже. Так что идём. Во-первых, нам нужно попасть на нулевой этаж. И нужно попасть в гараж. Это не те двери. А, какие это двери? Обычные двери. Как мне попасть на нулевой этаж? Вот сюда, наверное, да? Наверное. Нет, это гараж. Это точно не нулевой этаж. Гараж завершил. Закрываем дверь. А где здесь? О-о-о. Вот это что? Нет? Ложить на стену и плитку. Это где я сейчас? Ага. Вот. Вот. Я нашёл эту комнату. Модифицировать стены. Купить сейчас. Да, кончится, кончится. Не так уж он и скоро закончится, хочу заметить. Там его ещё... О-го-го. Положи. Положи, потом продадим. Вот эти стены, да, все модифицированы. Что это будет нужно? Новый очко умений. Хочу заметить. Так. 10 плиток. Сборка быстрее. Штукатур. Гипс. Давай вот это вот будем в этого выполнять, прокачивать. Музыка здесь расслабляющая очень. Такая простецкая. Отпустила раньше времени, представляешь? Так. А куда нам нужно вообще положить плитку-то? Наверное, вот сюда, во всю вот эту комнатуху, а потом уже будем думать, что делать дальше. Да, купить сейчас. Давай вот сюда вот положим. Да. Так. Ну, давай доложим. Все-таки плитку вот тут хотя бы. Ну, даже тут мы не доложили, но ради вот этого вот дела я покупать не буду. Пол нужно отделать плиткой также. Вот так. Плитку вот мы самое главное везде кладем. А стены мы не везде сделали. Ну, давай стены тоже везде сделаем. Ну, просто получается как-то незавершенная комната. Очень некрасиво. Мы же все-таки делали, делали, делали. Все качественно, красиво. И думается мне, что нужно уж закончить этот ремонт красиво и хорошо. Но у меня есть подозрение, что нам не хватит и сейчас плитки. И это не то, что подозрение. Это прям факт. Нам не хватит плитки сейчас. И не хватит, самое обидное, одной и двух штук. Ну, трех, ладно. Трех не хватило. Блин, хоть снимай откуда-нибудь и это самое. Пять тысяч плитка стоит. Ну ладно, мы хоть ее продадим потом. Так, везде положил? Везде положил. Так, положи на место и продай. Так, дальше мы что делаем? Дальше мы с тобой покупаем унитаз. Белый тоже купим. Он должен быть вот здесь где-то. А где он здесь будет-то? Мы его не можем куда-то в другое место присандалить. А, я понял. Вот здесь будет унитаз. А вот здесь будет... Нет, не отвинти не надо. Мне нужно... Мне нужно... Давай установим тогда туалет сначала. Киму, молодцы. И купим раковину. Так, я могу купить и установить здесь раковину. А почему она не устанавливается-то? Я что-то не пойму. Сначала отвинтить. Ты, говорит, можешь купить и установить здесь раковину, но... Покупаешь раковину, она тебе, говорит, отвинти сначала крышки. Это, наверное, будет очень долго. Примерно, наверное, как душевая кабина устанавливалась по времени. Наверное, так же будет устанавливаться долго. Хотя... Хотя, мне кажется, мы уже подходим к концу. Эти навернули, это накидываем. Это тоже накидываем. Устанавливаем, устанавливаем, устанавливаем. Устанавливаем. Там стакан поставили, тут подвернули, там подвернули, тут задвинули. Готово дело. Все? А, старомодное зеркало еще нужно поставить. И какой-то... Система душа сантехническая купить. А куда я ее должен влепить? Не пойму. А зачем она здесь нужна вообще? Да ладно, давай сделаем так. А зачем здесь система душа, если я... Душ-то не устанавливаю, у меня здесь ванная. Душевая кабина еще нужна? Серьезно. Давай старомодное зеркало сначала хотя бы купим. Класс. Душ. Душ мы сейчас установим. И на этом наш ремонт закончится. Пожалуйста, можно я как-нибудь... И как я должен устанавливать здесь душ? Ты мне объясни. Установи, говорит. А я не могу установить. Я здесь с ним не пролезаю чутка. Ну, еб твою мать. Представляешь, вот... Это все дело, оно... Не там стоит, где нужно, короче. Сантехническую систему сейчас прикупим. Думаю, в эту стену меня никто не отправит. Хотя, как пойдет. Чуть-чуть, я ничему не удивлюсь после того, как меня отправило за стену. Ну-ка. Ну ты чего, елки-палки, не хочешь устанавливаться-то? Ты можешь, говорит, купить и установить здесь душ. Я верю, что я могу, но... А, опять кры... А почему я тогда не отвинчивал? Я же тогда не отвинтил. Все, я уже заигрался. Просто из-за того, что это вторая серия. Я уже все, я, наверное, уже даже не запоминаю, что я делаю. Я просто нажимаю на кнопки, чтобы что-то сделать. И получается вот такая вот херня, понимаешь? Ну, понятно все, короче, ясно. Что мне делать с этим? А я не могу никак сделать иначе. Если бы можно было поближе, подальше, на Ctrl, на Alt, там, я не знаю, на мышку, на колесико, что-то на Tab. Тут вот я не могу сделать, говорит, давай тогда сделаем следующим образом. Вот это вот дело мы уберем, поставим сантехническую систему. Блин, а почему я тогда в тот раз не смог туда поставить? Я же пытался. Видимо, я на стену не наводил, а наводил на пол, и он меня только к этой стене присобачивал. Ну, потратили с тобой еще несколько минут просто на то, чтобы умудриться каким-то образом установить сюда душевую кабину. Ой, господи, столько времени потратили впустую. Отлично, прибыль 700 тысяч. Неужели мы закончили ремонт в этом чудесном доме? Ой, господи, давай, завершаем заказ. Да, я хочу за 700 тысяч его завершить, уже сил нет больше моих. Его завершать, не завершать, я уже видел, я насмотрелся на эти виды квартиры, этой дома. Просто прям очень, очень сильно насмотрелся. Мой офис должен быть моей визитной карточкой, он должен быть элегантным. У меня хороший офис. Я вам, смотри, какой красивый офис отбабахал. Красота. Стол, конечно, сраненький, но стол нормальный, вполне себе. Но он работает, работает, что с ним еще нужно сделать? Полотенце-сушитель мне не нужен, ладно. У меня сколько денег-то сейчас? У меня деньжище 3900, я могу купить что-то даже сейчас. Браузер. Браузер, говорю. Так, что у меня там? Ага. Давай маленький заказик какой-нибудь выполним. И закончим. Очень прошу, мне помочь, я заплачу. Давай попробуем вот это. Я не знаю, я особо не прочитал задания, но я думаю, что там не сильно сложно, не сильно долго. У нас с тобой есть примерно около 18 минут. И все, в принципе. Ого-го. Вот этот срачельник нас сам во входу встречает. Да что такое? Вот это у тебя горе-строители попались. Представляешь, такого строительства наймешь? Ой. Я не это хотел сделать. Мусор убрали. Да? Да, очистить грязь осталось. Пойдем в эту комнату. Если ты страдаешь блатафобией, боязнь и тараканом, то в настройках игры есть возможность заменить тараканов на кусочки стекла. Да у меня как-то фиолетово пусть ползают. Они просто не с такими звуками ползают. Тут звук противный. Серьезно? Серьезно, тараканов пылесосом? Класс вообще. Очень удобно. Очень удобно. Че же люди раньше не додумывались? Да, это уничтожил гнездо тараканов. А вот эти что делают здесь? Ну? Вот этих двоих не могу засосать. Представляешь? Одного. Все. Уничтожено достаточное количество тараканов. Гнездо тараканов. Ликвидирован? Не, не ликвидирован. Смотри, сколько их там еще. Давай-ка мы разберем здесь срачельник. Охрененно, конечно. У тебя ремонт здесь сделали. Хапец, бутылка, шок-шок-шок-шок. Нужно жрать-то здесь. С такого количества умрешь, нахрен. Ну или здесь год никто не вылезал. Сам быстрый палец на Диком Западе. Да что ты будешь делать? Все. Так, здесь, наверное, тоже мусор мы весь вытащили. Осталось очистить грязь. Ну и пылесос, естественно. Пылесос отдельно. То есть на тараканов работает только. Угу. Ну давайте уже заползайте все сюда. Я ради вас пылесос или... Пылесосом пользуюсь электричеством трачу, а вы... Заползай уже. Все? Вроде да. Давай начнем отмывать. Это все говно со стола, с пола. Кто здесь так поднасрал-то? Со стен, со всего, короче. Где только видим грязь, будем сейчас отмывать. Вот надо было постараться так засрать квартиру-то. Ну это я тебе серьезно говорю. Это прям надо реально стараться. Ну или с жопой ползать по полу грязный. Сначала в лужу, а потом по полу. И по дивану потом. Видать, заболевали. Набухались и блевали. Что, я больше других вариантов не вижу. Ну иначе как можно было засрать? Помыть окна, очистить грязь. Грязь мы сейчас быстренько очистим. Грязь у нас выходит очень неплохо отмывать. Угу. Так, 91%. А где еще? 91%. А где еще грязь? А! 92%. Погоди, а где еще? Я же вроде все отмыл. Но в целом-то уже чисто все. Вот еще. Ээээ, вот еще. Не видно просто вот этого вот, вот этой мелочи. 97%. А вот этого вот вообще уже не видно. Но я правда тебе говорю, я не вижу, где здесь грязно. Возможно, где-то здесь осталось. Но нет, это не это. Попробуем, может быть. Да, слушай, я где-то только что протер и получилось, получилось. Блин, вот этот вот 1% я сейчас хер найду, честно тебе говорю. Я не найду этот 1%, потому что он... Потому что он невидимый, это 1%. Это какая-то мереписька осталась просто и... А, все, отмыл. Где-то нашел, видимо. Вроде даже она побольше стала, да? Да, побыстрее получается мыть окна, это уже радует. Да. Такая расслабляющая игра. Ходишь, просто полы моешь, да и все. Вот тебе и все развлечение. Вот эти красные полосы, вот эти вот, блин, они меня, конечно, в тот раз подвели. Я больше сам себя, конечно, подвел, они меня подвели. Но я, они тоже, они прям были очень кстати там. Я их решил сломать. Стены с этими красными полосами. А оказалось, что не надо их ломать. Казалось, что это так и должно быть. Я знал, что разработчик просто надо мной пошутил и сказал, эх, на, вот ломай стены, потом заново строй. Теперь заняться больше нечем. Вот где это опять 1% находится? Все, видать. Где-то нашел. Так, это окошко помыли. Давай это окошко. Да, быстрее получается мыть окна вот с этой вот, с большой ерундовиной. Прямо реально быстрее, прям, прям очень быстрее. Батарею тебе еще на вот такую вот большую. Чтоб теплее было. Криво поставил, ну ладно. Пойдет. У нас... Ёлки-палки, смотри, у нас уже время к концу подходит, а... А мы еще ничего не сделали. Мы еще до конца ремонт не завершили. Мы по-любому должны это сделать. Так, батарею сделали. Батаре... Да чтоб тебя, ну! Батарея, здесь тоже батарея. Ускоряемся просто. Мы должны быстренько все сделать. Мы должны успеть. За 10 минут там плюс-минус. Да, за 10 минут. Даже чутка меньше. У нас 9 минут где-то есть. Это связано с определенными техническими нюансами. Очисти тут, почисти там. Я что, уборщица, что ли? Сначала у нас руд посреди дороги, потом мучайся с ними. Эта комната где она заканчивается? Где начинается, бляха-муха? Почему? А, потолки еще грязные. Ебать, колотить. Надо было так умудриться. 60 процентов. Где еще потолки грязные? Вообще понятия не имею. Представляешь? А где здесь еще можно грязь найти? На стене кирпичной? Ты издеваешься, что ли? О-о-о! Это мы, видать, тоже в один видос не уместим это задание. Это прям как-то... Прям как-то некрасиво получается с моей стороны, да? С моей стороны это получается очень некрасиво. Так. Так, поубирали мусор. Очистить грязь еще осталось. Мы не до конца очистили грязь. А кто же виноват в том, что мы не до конца очистили грязь? Установить устройство в батарее. Где мне эту грязь найти? Для начала. Если бы она была показана где-нибудь на карте. А на карте она могла бы быть показана, если бы кто-то себе прокачал эту функцию, так сказать. Но кто-то посчитал ее бесполезной и решил не прокачивать. И теперь мучается. Так, отличненько. Серьезно? Там тоже грязь? Ой, тогда грязь может быть еще и за вот этим шкафом. И за вот этим шкафом. Нет, здесь нет грязи. А где же здесь еще грязь? Серьезно? 93% отчищено. Я честно не вижу. Помыть окно. Давай, по-моему, окно. Окно-то я помою. Дальше ты что? Окно я помыл. Батарейку я тоже прилеплю сейчас. Мне не жалко. Правильно? Правильно. Но нам нужно не только это все сделать, а нам нужно же ведь еще грязь найти. Но если я не найду грязь, я сейчас просто возьму и сделаю необходимое и уйду. Просто прогресс. Прогресс необходимый. Дойду до необходимого прогресса и все. О, Господи. А что здесь? Очистить грязь тоже. Так, но здесь очистить грязь гораздо проще. Уже спасибо. Здесь на нас так не давят. Они не говорят, очищай грязь огромное количество. Здесь, в принципе, наверное, единственная комната, в которой мы закончим до конца, да? Думаю, да. Да, здесь мы все сделали. Так, так, так. Раковину мы сделаем вот такую. А, ну тут сначала отвинтителю нужно. Как же я не догадался. Купить, поставить, установить. Что такое-то? Вот она иногда виснет и не хочет выполняться вот этой вот команды, которую я хочу выполнить. Короче, нажимаешь, а она просто берет и не хочет нажиматься. Она считает, что и так, в принципе, нормально. Грустненько, грустненько. Так, и полотенцесушитель, соответственно. Ой, как сложно все делать-то, елки-палки. У меня аж голова сболела. Сколько я движений сделал. Просто прям сил нет. И самое главное, прогресс-то ближе не стал. О, господи. Короче, как бы я ни старался, я не смог уложиться в это количество времени, которое мне было дано изначально. Наверное, мне придется сейчас немножечко прям прерываться и потом продолжим. И вот мы продолжаем. В принципе, я могу дальше записывать ролик. Так, закончим давай мы с тобой все-таки с этим ремонтом и закончим с этим видео. Так, помыть окно, помыть окно, помыть окно. Прям реально быстрее с этой вот слученной чистилкой этих окон. Все это гораздо быстрее происходит. Прям в разы. Прям даже думать не нужно. Просто делаешь, берешь и вводишь этой, как она правильно называется, с этим устройством. Она прям быстро очень все это делает. Все получается очень быстро. И еще очень четко. А то мы этой маленькой милипиздрюшкой водили, 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 водили. Постоянно чуть пропускали. И на это окно уходило очень-очень много времени. Блин, ну слушай, тоже дорогой достаточно заказ получается. А здесь у нас что? Здесь у нас полностью сделанная комната. А, ого-го. Спальня, спальня. Для ванной комнаты. Етить, колотить. Спальня. Коридор, спальня. Это у нас мусор. 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 Все, с мусором закончили. Я прям уже даже, если честно, сказать нечего. Я просто сижу уже и жжу. Когда же закончится эта грязь? Я, елки-палки, я думаю, маленький заказ взял. А тут огромная такая, это, домина, в которой просто насрато. Просто насрато. Даже не просто там испачкали, а просто прям насрали. Даже прям не стесняясь. Просто на каждом квадратном сантиметре этого огромного дома. Прям не стыдно было им так вот усрать эту махину. Ты понимаешь, не стыдно. У людей вообще чувство стыда пропало. Абсолютно. Просто напрочь. Отбитое чувство стыда. Знаешь, его вообще нет. Что здесь еще отмыть нужно? 96%. Что вот нужно здесь еще отмыть? Очередная комната, в которой на 100% не получается у меня выполнить все равно эту отмывку. Вот отмыл, неужели? В крайний угол. И погнали. Отличненько. Стиральную машинку. А, я могу установить батарею. Ну, это хорошо, что я могу установить батарею, но мы поставим сначала стиральную машину. Куда ее надо поставить-то? Она наверняка тоже в какое-то правильное место должна встать. Или нет? Или погоди. Вообще, типа, наверное, да, вот сюда вот куда-то. Наверное, может быть, в другую машинку нужно поставить. А, может быть. А, ты опять отвинтить. Ну, елки-палки. Кто же знает, что нужно отвинтить? Почему ты тогда не пишешь сразу, что нужно отвинтить? Твою мать. Вот здесь будет стоять. Установить. Откручиваем заднюю стенку. Как сложно она откручивается. Она обычно просто на заклепках там. Это, по-моему, транспортировочные болты, но они, по-моему, в сам барабан должны закручиваться. Если ты его не откроешь, это транспортировочный болт, то у тебя, когда машинка отжимать начнёт, всё пойдёт по одному месту. Она расхерачит тебе пол в ванной. Она начнёт дребезжать, гудеть, во все стороны прыгать, и ты с этим ничего сделать даже не сможешь, потому что... И даже не поймёшь, что произошло. Ты просто будешь стоять и думать. Ёб твою мать. И ладно, ты будешь стоять и думать. Ты хоть из розетки его вытащить сможешь. А если ты уйдёшь куда-то по делам, и у тебя разнесёт пол в ванной, вообще не круто получится. Такое случается. Но здесь мы сделали всё чётко по плану. Мы установили всё в соответствии с инструкцией. И, естественно, никаких проблем у нашего клиента с эксплуатацией данной техники не возникнет. Давай на этом завершим заказ. Бляха, муха, очень уж больно долго всё это дело происходит. На 278 тысяч. Да, я хочу завершить заказ. И... Да я знаю, как красиво выглядит теперь эта ванная, и всё это... Всё... Всё дальше. Всё, как это всё дело выглядит. Давай с тобой прощаться. Ставь лайк, обязательно подписывайся на канал. Я устал. Просто капец. Прокомментируй обязательно. И... До встречи с тобой... Встретимся с тобой в новых видео. В новой серии по Хаус Флипперу. Пока.